Уже сегодня, 11 февраля, аналоговое вещание отключили в семи регионах России. Чуваша вошла в так называемую вторую волну. В нашей республике работы по отключению аналогового сигнала начнутся с 15 апреля. А значит, у зрителей с устаревшими моделями телевизоров еще два месяца, чтобы приобрести необходимые для перехода приставки и антенны. Народный контроль проверил, не пользуются ли этим обстоятельством продавцы, чтобы искусственно завысить цены. Черный экран увидят с 15 апреля жители республики, которые смотрели аналоговое телевидение и не приобрели оборудование для перехода на цифру. Впрочем, это касается только телевизоров старше 2013 года производства. В новые модели оборудование встроено. Старые приемники без дополнительного оборудования просто не смогут расшифровать цифровой код сигнала. А значит, ближе к часу X ритейлеров ждет повышенный спрос на приставки и антенны. Чтобы исключить сговоры и случай недобросовестной конкуренции, Минпромторг России изучил вопрос и рекомендовал продавцам, помимо дорогих моделей, иметь в наличии приставки стоимостью до 1000 рублей. Исполняют ли данную рекомендацию магазин «Чувашия», проверил Народный контроль. Я являюсь координатором Народного контроля, и в рамках этого проекта мы сегодня мониторим цены на приставки к цифровому телевидению. Хорошо. Есть ли у вас это оборудование? Есть. Сейчас за два месяца до перехода крупные сетевые магазины продают до 15 таких приставок за день. В среднем цена самого дешевого варианта как раз у верхней границы рекомендованы. Мы предлагаем там варианты, доступные для всех покупателей за 990 рублей. И как бы большинство смотрит подешевле вариантов. Самая низкая стоимость, которую за рейд удалось зафиксировать Народному контролю – 890 рублей. Для цифрового телевидения, к примеру, только для этой функции будет достаточно не самый простой. Тестовым регионом, где аналоговые вещания отключили еще 3 декабря прошлого года, стала Тверская область. Тогда в магазинах не хватало приставок для приема цифрового ТВ, а Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупных сетевиков из-за необоснованного завышения цен. В Чувашии пока оборудования хватает. Что касается цен, продавцы отвечают по-разному. У одних они не менялись уже почти два года, а у других якобы даже стали ниже. По цене раньше стали дороже, примерно полторы тысячи рублей. А начиная с нового года цена упала до 990 рублей. За счет чего упали цены? Мы идем на встречу клиента, чтобы все сделать для клиента, и клиент был доволен. Плюс закупаем в большом объеме. Более того, самые крупные сети даже заключили меморандум. Участниками этого меморандума являются все крупные игроки Российской Федерации. О том, что мы будем поддерживать наличие таких приставок в нашей сети, в том числе в разных ценовых сегментах. То есть и дешевых, и дорогих. Итог рейда. На сегодняшний день нарушений не выявлено. Цены разнятся. Стоимость от 800-900 и до полторы, даже в некоторых торговых сетях есть 2,5 тысячи. Это в зависимости от технического устройства, в зависимости от марки телевизора, современной или несовременной. То есть покупатель, есть чего выбрать, в зависимости от того, что он хочет смотреть. В целом мы довольны. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.